Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Во время Оона, приступивши к Иисусу, нецет фарисей глаголыше Ему. Изыди, иди отсюду, яка Ирод хочет тебя убити. И речи им, шед срците лису тому, сей сгоню бесы, и исцеление тверднесь и утре, и втретий скончаю. Абачи подобает мне днесь и утре, и вближний идти, яка невозможно есть пророку погибнуть и кроме Иерусалима. Иерусалиме, Иерусалиме, избивы пророки и каменем побивая посланное к тебе. Коль крат и восхотех собрать и чада твоя, яка же кокош и гнездо свое под крылья, и не восхотесте. Се оставляется вам дом ваш пуст. Глаголю же вам. Яка ним эти мини видите, донди же придет и к даричете. Благословен гряды во имя Господне. Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня пятница, 22 ноября. В этот день церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Луки, 13 глава, с 31 по 35 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя. И сказал им, пойдите, скажите этой лисице, сей, сгоняй бесов и совершай исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Си, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете, благословен гряды во имя Господне. Такое евангельское чтение, братья и сестры, предлагает в этот день для нас сегодня церковь. Слышим мы с вами, наверное, грустные ноты этого повествования, и они не случайны, ибо Господь здесь сетует на иудеев о том, что они не принимают его. Но давайте начнем по порядку и начнем с первых стихов сегодняшнего евангельского отрывка. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорят ему, выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». Ирод Антипа хочет убить тебя, говорят ему фарисеи. То есть, какой вывод мы делаем из этого евангельского повествования, из этой строчки евангельского отрывка? Что фарисеи не все так ненавидели Христа, а были те фарисеи, которые Христа уважали и Христа любили. То есть, не все фарисеи были враждебны Христу, потому что здесь они хотят помочь ему и указывают на то бедствие, которое может с ним случиться. Но Господь говорит, пойдите, скажите этой лисице. Обращаясь к Ироду, Антипе, который хочет пресечь его деятельность здесь в Галилее, он отвечает ему следующее. Пойдите и скажите этой лисице. Почему лисице? Почему он называет его лисицей, Ирода Антипа? Потому что, с одной стороны, лиса в древнем мире считалась самым хитрым животным. С другой стороны, самым вредным. Ну и третье значение этого животного, это был символ никчемного и бесполезного человека. И вот так вот Господь называет Ирода Антипе. Идите, скажите этой лисице. Но здесь приходит на ум у толкователей Писания и другой момент, который они пытаются вложить в слова Христа. Возможно, что фарисеи приходят ко Христу, подговоренный Иродом Антипой. Он, будучи по характеру довольно-таки малодушным, опасается Христа и вот той огромной толпы, которая присутствует со Христом вместе с ним у себя в пределах своей земли. И опасается он, возможно, и каких-то, может быть, волнений, восстаний. Естественно, ему это не надо было. И здесь он подсылает этих фарисеев ко Христу, чтобы они указали ему на некую опасность, которая может исходить от Ирода Антипа. И сам же он, естественно, Христа лично сам своим приказом изгонять не хотел, но подсылает к нему вот этих фарисеев. Отсюда Господь называет его лисицей как хитрым. То есть, он хотел применить такую хитрость, но эта хитрость у него не проходит. Господь говорит о том, что он, идите и скажите ему, что я изгоняю бесов, совершаю исцеление сегодня, завтра и в следующий день. Должен мне ходить сегодня, завтра и в последующий день. Это означает то, что Господь свою деятельность, естественно, не прекращает и не прекратит ни под воздействием никакой иной власти, мира сего. Это даже не должно вообще быть каким-то притеснением, потому что Господь делает это и будет продолжать делать. И дальше. Потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Это грустная священная ирония, которую говорит Господь. И мы с вами видим на протяжении всей священной истории Ветхого Завета, что так часто случается, что пророки умершлялись именно в городе Иерусалиме, а не где-то в другом месте. И вот здесь Господь об этом свидетельствует. «Иерусалим и Иерусалим, говорит Господь, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к Тебе, сколько раз я хотел собрать чат Твоих, как птица, птенцов своих под крылья, а Вы не захотели». Действительно грустные слова здесь говорит и переживает Господь. «Сколько раз я хотел собрать чат Твоих, как птица, птенцов своих, а Вы не захотели». То есть много Господь обращается к Иудеям и лично, и посредством своих пророков, которых они избивают камнями и убивают. То есть человек сам противится этому действию Божьему. «Си оставляется вам, дом ваш пуст». Здесь косвенно Господь указывает на год 70-й, то есть на разрушение Иерусалима, который совершился в это время. «Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «Благословен гряды во имя Господне». Здесь речь идет уже о втором пришествии и о том, что всякий, даже неверующий, невольно поклонится Христу и скажет «Благословен гряды». То есть так грустно заканчивается этот отрывок. Почему? Потому что ничто так не ранит сердце человека, как отвергнутая любовь. Христос стучит, но люди не отворяют Ему, не отвечают Ему взаимностью. Даже в нашем мире мы с вами понимаем, насколько сложно переживать отвергнутую любовь. Сколько много написано на этот счет литературных произведений. Всякий, наверное, знает это. Что означает это переживать? Как же тогда Бог переживает то, как человек отвергает ту любовь, которую посылает Господь к каждому из нас? Каким бы грешником, каким бы последним человеком не был, но всякого Бог любит и всякому хочет спастись. Всякому хочет спастись. Но вот здесь Господь, конечно, выражает эту грусть по человечеству, по человечеству и говорит о том, что сколько раз я хотел, сколько раз я предлагал, сколько раз, но ответ он не слышит. «Се стою при дверях сердца вашего и стучу, да, говорит Господь, в откровение Иоанна Богослова. И кто отворит мне двери сердца его, с тем буду вечерять». То есть Господь постоянно стучит в наше сердце, и любовь Божия, она безмерна и безгранична. Но можем ли мы и хотим ли мы ответить на эту любовь? Этот вопрос остается решенным или нерешенным за каждым из нас. Такое евангельское чтение, братья и сестры, в этот день сегодня слышим мы с вами. Мы читали Евангелие от Луки, 13 главу с 31 по 35 стих. Ну а я напоминаю всем нам о необходимости и важности чтения Священного Писания дома в той мере и количестве, которое каждому из нас по силам. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!